В условиях вынужденной изоляции многие из нас столкнулись с тем, что оказывается наш партнер, которого мы любим, которому мы привыкли, с которым, казалось бы, уже давно и плотно устоявшиеся отношения, не так нам близок. Очень много семей сейчас переживают состояние конфликта и потенциального развода. Меня зовут Оксана Клочко-Макаренко, и я хочу поговорить с вами о том, как сохранить брак во время карантина. К сожалению, мы не можем находиться в постоянном контакте с другим человеком 24 часа в сутки. Несмотря на то, что человек — это существо социальное, в то же время нам необходимо личное пространство. Нам иногда нужно побыть наедине с самим собой, повариться в своих собственных мыслях, прийти к каким-то выводам, просто отдохнуть от всего, что нас окружает. У каждого из нас были какие-то свои способы, как мы можем разгружаться, менять вид деятельности. То есть мы ходили на работу, мы общались с другими людьми, кто-то встречался с друзьями, кто-то ходил в спортзал. Потом мы вечером приходили домой, мы за время дня успевали соскучиться за своим партнёром, и уже дома строили какие-то взаимоотношения, делились какими-то новостями. Было как бы всё замечательно, то есть наша жизнь пребывала в какой-то гармонии. Сейчас жизнь протекает преимущественно односторонне, то есть мы постоянно находимся в контакте с нашим партнёром, в контакте с нашими детьми. И мы не умеем это делать в таком объёме. Мы постоянно на глазах у другого человека. Те вещи, которые раньше замалчивались, сейчас они проговариваются. Вспоминаются те моменты, те ситуации, которые происходили, возможно, много лет назад. И вот это постоянное состояние усталости, постоянного напряжения, желание вырваться вообще из этой клетки, оно нарастает и создаёт ещё большее состояние тревоги и иногда даже агрессии. Сейчас резко увеличилось количество запросов, связанных с агрессией, направленных на детей. Потому что очень часто люди сталкиваются с тем, что ощущают себя плохими родителями, потому как они не могут в таком объёме переносить своих детей, давать им столько внимания, сколько эти дети требуют, постоянно находиться в состоянии, когда ты вынужден выдумывать какие-то новые виды деятельности для того, чтобы их развлекать, их контролировать. И у тебя, по сути, не остаётся времени для самого себя. И вот эта вот агрессия, она начинает просто разрушать и нас изнутри, и нашего партнёра. То есть помимо того, что уровень стресса сейчас и так запредельно велик из-за той ситуации, которую мы имеем в мире, из-за экономического состояния в семье, невозможности его улучшить, потому что мы сейчас не можем работать. Повезло тем, кто может работать на удалёнке, но не все были готовы к такой ситуации, не у всех достаточно финансовый запас. И это тоже добавляет как бы в эту копилочку стрессов. И вот этот вот комок и вот это внутреннее напряжение, оно просто вот имеет такой эффект маленькой ядерной бомбы. То есть у человека всё это настолько скопилось и настолько много, что хочется просто разрушать всё вокруг для того, чтобы хоть как-то выплеснуть эти свои эмоции. всё это приводит к тому, что нарастает эмоциональный заряд ещё больше. То есть мы его выплёскиваем на других, другие тоже на нас это всё дело сливают. Ну, в общем, такой маленький кромешный адик в каждой отдельно взятой семье. Что можно сделать в данной ситуации? Ну, во-первых, очень важно понимать, что то, с чем мы столкнулись сейчас, столкнулись все, и эта ситуация конечна. То есть это не будет продолжаться всегда. Это первый момент. Второй момент — нужно понимать вообще, что с тобой происходит, с тобой лично. То есть для того, чтобы что-то изменить, нужно начать с себя. И если мы чувствуем вот это вот состояние напряжения, нужно понимать, что оно вызвано какими-то внешними факторами. И совсем не обязательно, что человек, который рядом с вами, он вообще в чём-то виноват. Нужно действительно искусственно себя контролировать. Часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, как ошибка атрибуции. Что это такое? Это когда мы оцениваем действия другого человека и объясняем действия другого человека, опираясь на его личные качества какие-то. Вот мы говорим о том, что у него паршивый характер, и вот поэтому он себя так ведёт. В то же время, когда мы ведём себя таким же образом, мы объясняем это внешними какими-то моментами. Говорим, ну вот сейчас высокий уровень стресса, и вот поэтому я вот так себя повёл. То есть себя мы, по сути, оправдываем, а другого человека в этой же ситуации мы осуждаем. Так вот, зная об этой ошибке атрибуции, мы тоже можем как бы более здраво и более холодно оценивать то, что происходит. Взять на себя ответственность за ту ситуацию, которую мы имеем в своей собственной семье. Посмотреть на это трезво и сказать, что да, наверное, в этом тоже принимаю какое-то участие. Всё дело в том, что конфликт может возникнуть только в том случае, если два человека стремятся к этому конфликту, если два человека хотят ссориться. Если вы видите, что ваш партнёр сейчас на взводе, и у него вот идёт вот эта, уже запустилась эта реакция, и у него идёт процесс выплёскивания какого-то негатива внутреннего, потому что он уже просто достиг предела, и вы не включитесь в этот процесс, и не начнёте отвечать ему взаимностью, а просто, допустим, покинете помещение, в котором пребывает конфликт, выйдите куда-то, не знаю, на балкон. Сейчас можно выходить на улицу, вы сможете выйти на улицу, или хотя бы просто закройтесь в ванной, примите ванну, чуть-чуть порелаксируйте, то конфликта, скорее всего, не будет. Когда вы вернётесь обратно, то ваш партнёр уже остынет, и даже если какие-то адекватные, объективные причины были для ссоры, вы сможете их обсудить спокойно. Постарайтесь ввести распорядок дня какой-то в вашей паре, и это будет полезно и для вас, и для ваших детей. То есть какие-то рамки и границы, они помогут вам немножечко успокоиться, потому что любая структура, она успокаивает наш мозг и даёт какое-то ощущение стабильности. Постарайтесь контролировать себя в плане высказываний и вообще того, каким образом вы доносите информацию до партнёра, потому что одни и те же вещи, можно сказать совсем по-разному. Можно произнести фразу таким образом, что это вызовет конфликт в итоге, когда это звучит, например, с позиции «ты». Вот «ты такой плохой», «ты вот это делаешь постоянно». То есть мы обвиняем человека, и тем самым мы его ставим автоматически в состояние, когда он вынужден от нас защищаться. И совсем иначе это будет звучать, и восприниматься партнёром, когда мы говорим о себе и своих чувствах. Например, вместо того, чтобы сказать, что «ты виноват в том-то и в том-то», и «ты постоянно делаешь вот это», и «ты вот такой вот нехороший» и прочее, можно сказать о том, что «я чувствую себя плохо, когда сталкиваюсь с какой-то ситуацией, например, с тем, что носки стоят в этом углу, и мне это не нравится». То есть вы говорите о своих чувствах, вы не говорите, что человек плохой, вы его не оцениваете, вы говорите о каких-то конкретных поведенческих проявлениях, которые можно исправить, и вы чётко обозначаете, что конкретно не нравится. То есть с человеком всё окей, просто некоторые наши проявления, точно так же, как во мне что-то может не нравиться моему партнёру, так и мне что-то в нём может не нравиться, особенно в этой ситуации, когда всё остро, обострённо воспринимается. Говорите себе почаще фразу «Я тоже не идеален». Это помогает чуть-чуть подправить свою собственную корону, взять опять-таки ответственность и на себя тоже за то, что происходит, и воспринимать того, кто находится с вами рядом, более человечно, потому что все мы знаем, что идеальных людей нет, и, собственно говоря, никто из нас не обязан соответствовать ожиданиям других людей. И правильнее всего, если стоит задача всё-таки сохранить отношения, это попытаться найти в своём партнёре хорошее. Особенность нашего мозга заключается в том, что мы на негативные вещи реагируем намного более остро, они кажутся нам более значимы. И для того, чтобы уравновесить негатив и позитив, нам нужно позитива в четыре раза больше. Поэтому на каждую негативную черту, которую вы находите в своём партнёре, постарайтесь найти четыре позитивных, которые вас всё-таки побуждают оставаться вместе с этим человеком, за что вы его любите. Да, это тоже оценочное восприятие, но сейчас, пожалуй, это самая правильная будет тактика для того, чтобы сохранить и попытаться всё-таки гармонизировать отношения в тех условиях, которые мы имеем. Постарайтесь радовать друг друга даже в условиях этой ограниченности. Мы ведь знаем вкусы своих близких людей. И если проявить небольшую фантазию и время, а времени у нас сейчас достаточно, я думаю, что можно найти какие-то вещи, которые бы могли улучшить вашу атмосферу в семье. Можно поностальгировать вместе и вспомнить те приятные моменты, которые были в самом начале ваших отношений. Это опять-таки напомнит вам, почему вы, собственно, полюбили этого человека и почему вы оказались с ним вместе. Разработайте какой-то план, благодаря которому вы сможете и находить время друг для друга, и отдыхать. То есть, например, вы выделяете в течение дня какое-то время, когда вы можете работать. Причём даже если вы не работаете удалённо, вы можете получать какие-то знания, читать какие-то книги. И в то же время дети будут заниматься своей деятельностью, будут учиться. Какое-то время, когда вы все расходитесь по разным углам и договариваетесь, что, например, два часа в день никто никого не трогает. Если у вас позволяет пространство, введите правило, что каждый человек может, когда у него есть такая потребность, уйти в другую комнату, и при этом его никто не будет там трогать, и он просто может побыть наедине с самим собой. То есть и уважать вот это вот пространство другого человека, уважать его собственные границы. Это нам нужно для того, чтобы снизить, опять-таки, вот этот уровень агрессии и уровень тревоги, который у нас, повторюсь, непомерно высок в данной ситуации. Найдите какое-то хобби для себя и переключайтесь на эту другую деятельность. Это поможет вам, опять-таки, немножечко гармонизироваться внутренне. Ну и помните о том, что главное — это всё-таки любовь. А все остальные вещи — это временные неприятности, временные неурядицы, которые в данной ситуации точно не стоит выносить на первый план, потому что это разрушает. И самое важное в любой стрессовой ситуации — это те люди, с которыми мы остаёмся, это те люди, с которыми мы преодолеваем наши трудности. И всё можно заменить в этой жизни, кроме людей. И напоследок моя вам рекомендация. Обнимайте друг друга почаще. Принимайте друг друга. Любите друг друга. И будьте честны друг с другом. Помните, что никогда не поздно стать тем, кем ты всегда мечтал. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»